На Волге широкой Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненаглядной, спешит показать хороший кружок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Свидание забыто, над книгой раскрытой, склонилось от друга в огне золотом. До утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. В поэтки и ночи, бусировку дочке, волнуется парень и хочет уйти. Но девушек краше, чем в сор-мари наше, ему никогда и нигде не найти. А утром у входа родного завода влюбленному девушка встретится вновь. И скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. На волке широкой, на стрелке далекой, гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Спасибо всем. Руководителем Российского комитета рабочих, лидером, вернее, не руководителем, был Ихоршин Дмитрий Васильевич, только красочник завода «Красная Турма». Человек прекрасно пел, делал это с удовольствием, и это было его любимое честь. После его смерти мы эту песню исполняем во втором доме. Тут на днях исполнилось 150 лет с дня рождения Алексея Максимовича Горького. Я думаю, что мы могли бы съездить сегодня к памятнику и возложить цветы от российского комитета рабочих. Почему говорят, что Горький – великая фигура мирового значения? Он родился в то время, когда революция, так сказать, зелела и была уже наготове в капиталистическом строе. И он явился по своему происхождению действительно сам настоящим пролетарским писателем. И то, о чем грезила интеллигенция, и такие люди, как Шаляпин, пели «Эх, дубинушка, ух, настанет пора и восстанет народ». Вот он явился одним из тех, кто вот восстал, поднял самого себя на высочайший вообще культурный уровень и оказался выразителем того самого класса наступающего, который перевернул весь мир. Это рабочий класс. И сам он был высоко культурным человеком с самым точным пониманием этого слова. Его прелестник, в общем-то, стал гимном революцией. И от того, что Гагар и Стома, так этого буря не отодвинется. Так что пусть сильнее грянет буй, она обязательно еще грянет. Эпопа, революция еще не закончилась. А это все впереди и обязательно будет построено по-настоящему справедливое парламентарское государство. И человек, в трудах, изводящихся блага, будут эти блага иметь ими распоряжаться в интересах всего общества. Мой город просыпается, когда еще качается одна звезда на утренней воде. Спешит на смену жаркую и солнце яркое, поскольку начинается рабочий день. Он, как у нас, слезает с горьким, хороший день приносит вновь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Идут мои приятели, как первооткрыватели большого дня, большой своей страны. И так уж получается, земля вращается, когда мне такие парни влюблены. А утро к нам сбегает с горький, хороший день приносит вновь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя судьба, моя любовь. Привет тебе, мой город горький, моя судьба, моя любовь. ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВСТУПИШИСЬ! Продолжение следует...